Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Отвечаю на вопрос про ревматоидный артрит, потому что моя интернет-сестричка Лиля позвонила мне, она из Киева. И да, мы сейчас в очень тяжёлой ситуации, и невозможно пойти в аптеку или к доктору, или ещё куда-то. И как спасаться? Те, кто давно меня смотрят, они знают, что есть артрит, есть артроз, путать нельзя. Артроз относится к дегенеративно-воспалительным процессам и развивается вследствие возрастных изменений структуры хрящевой ткани. А артрит – это воспалительное заболевание, оно как основное заболевание, оно сопутствует патология, обычно, как осложнение перенесённого инфекционного заболевания. Вот потом развивается артрит. И он может развиваться в любом возрасте, артрит, в отличие от артроза. Ну, давайте сразу посмотрим здоровый сустав. Вот мы его видим, да? Дальше посмотрим артроз. Вот артроз, посмотрите, вот эта кость перетирается с этой. Это должны знать все, не только врачи, да, доктора. Конечно, в первую очередь нужно обращаться к врачам, понятно, но не в нашей ситуации, когда война и когда ни врачей у нас нет, ни аптек. Вот, например, там, где я нахожусь, нет ни одной аптеки, ни одной рабочей аптеки на данный момент. И ничего там купить невозможно, даже когда открывается, потом допродаётся то, что там когда-то осталось, а никакой поставки нет, коридоры нам не открывают. И это страшное время называется война. Мы переживём, мало того, врагов простим для того, чтобы Бог смог с ними поработать. Он с ними поработает, и мы увидим. Мы ещё будем жить и видеть, как в Библии написано, возьмись день честивым. Смотрите сюда. Артроз. Видите, как перетирается кость об кость? Трение краёв костей друг от дружку. Вот это не путайте с артритом. Посмотрите на артрит. Артрит, видите, вот здесь эрозия кости, а вот здесь воспаление, отёк и воспаление синавиальной мембраны. Вот это артрит. Так вот мы говорим сейчас об артрите. Хотя артроз и артрит имеют схожие названия, потому что оба заболевания поражают суставы. Всё, теперь кратко вы знаете. Артроз – это вследствие возраста артрит у всех может быть. Но мы не допустим. А если уже есть, и спрашивает меня Лилечка, какие травки? Вот я и расскажу, какие травки. При артрите это, во-первых, обязательно нужно имбиротерапию принимать. Если вы ещё не знаете, как делать имбиротерапию, то внизу, под этим видео, в описании, я вам скину ссылочку на мой рецепт, как я делаю имбиротерапию, используя и имбирь, и алоэ вера. И как я рада, что я запаслась имбирем, и алоэ у меня растёт, и я могу хоть какие-то делать такие очень полезные рецепты и употреблять их даже в то время, когда нет практически ничего. Никаких фруктов, ничего, абсолютно ничего. Вот в какое время нас погрузила эта нечисть. Но ничего, травы и специи могут нам, которыми мы запаслись ещё раньше, у меня вообще такой хороший запас трав и специй, потому что я этим занимаюсь, фитотерапией многие-многие, не один десяток лет. И я рада, что я этим занимала. Я рада, что это у меня было основное хобби. Хобби, заготовка чаёв, фитотерапия, нутрициология, космецевтика. Это, оказывается, настолько важно было знать. Вот сейчас мы это понимаем, когда мы находимся в невероятно экстремальной ситуации. И при развитии артрита человек чувствует такую сковывающую боль, и движения поражённые суставы отекают, кожа вокруг них краснеет. Что же делать? Ну, во-первых, вы делаете имбиротерапию, пьёте имбирный чай обязательно. И не только имбирный чай, а вот этот сок из имбиротерапии. Но и смотрите, чтобы у вас желудок был в порядке, посоветуйтесь с доктором. Второе. У вас нету ни мази, например, ничего. Вы берёте сок из этой имбиротерапии, имбирный, одну столовую ложку этого сока, одну столовую ложку камфорного масла. И этим делаете, ну, как бы не примочки, а компрессы. Причём массируя. Сначала помассируйте хорошо, помассируйте минут 15 суставы. Нужно массировать. И обязательно заниматься гимнастикой. Суставы нужно массировать минут 15, больные. А потом накладываете вот эти компрессы. Вы знаете, как компрессы делать. Пусть ещё на минут 20. Всё. И так нужно делать каждые 3 часа. Это когда ничего нету. Дальше. Это мы уменьшаем симптомы боли. Если не очень действует, значит, добавьте в эту смесь ещё щепотку капсиацинового перца. То есть это может быть острый красный перец. Щепотку тоже. Тогда вы усиливаете антипротивовоспалительный эффект. Вот такая вот, скажем, мазь, растирка массажная. Но смотрите, там жгёт он, поэтому в перчатках. Массируйте в перчатках. Имбирь, ещё раз говорю, имбирь, имбирь и имбирь. Он помогает в борьбе с артритом. Имбирь, он влияет на воспалительные процессы именно на клеточном уровне. Он помогает бороться с другими ещё параллельно воспалительными заболеваниями. Первое, ещё раз, вот это мы в массажное масло добавляем, в камфорное. Потом смываем, да, остатки. А ещё и употребляем имбирь на постоянной основе. Дальше куркума. Я думаю, что вы смотрели меня, вы говорите, что вы моя подписчица уже давно, то у вас есть всегда куркума. Куркуминовый чай, куркуминовый напиток, лимон и куркума. Опять-таки, лимон сейчас в наше время тяжело найти, поэтому можно просто в тёплой водичке на 200 мл тёплой воды мы растворяем куркуму. Всё. И пьём вот такой вот чай. Антиоксидантный, имеющий противовоспалительные свойства. Два раза в день или на ночь. Стакан тёплого молока. Хорошо с куркумой, если у вас есть возможность достать тёплое молоко сейчас. Чеснок. У кого есть запасы чеснока? Если у вас нет, попросите у соседей, может быть, у них есть несколько, потому что сейчас вот тоже у нас, видите, благословенный народ, мы друг с дружкой сейчас делимся, мы становимся ещё более добрее, мы становимся и так были прекрасные, но и ещё сейчас Господь открывает наши сердца. Слава Богу! Изумительный народ Украины. Изумительный. Сейчас каждый друг дружке пытается помочь. Каждый понимает, что происходит и с чем мы имеем дело. Итак, чеснок. Он знаменит сильными противовоспалительными свойствами. И согласно исследованиям, чеснок он подавляет выработку цитокинов, которые вызывают воспаление и развитие болезни. Но при термической обработке это растение теряет свои полезные свойства, поэтому только в свежем виде, кто меня сейчас слушает. На пустой желудок употребляем 2-3 зубчика чеснока с мёдом. С мёдом. У всех всё равно мы запаслись мёдом аж до апреля месяца. Это в каждой семье у нас закон. Поэтому 2-3 зубчика с мёдом, это называется такая чесночная таблеточка. И под язык. Под язык такую смесь. А потом разжёвываем медленно-медленно и проглатываем. И всё. Дальше можно. Второй вариант. Кроме того, что вы употребляете вовнутрь, вы делаете такие же самые таблеточки, но это как растирка. Делаем такое растирание на воспалённый суставчик. Мёд с давленым чесноком. Вот так вот. Дальше можно делать так. Растолоченный чеснок заливаем растительным маслом. Один к двум. Чеснок один. Масло тогда две ложки. Если одна ложка чеснока, два. Две ложки масла. И настаиваем в тёмном, прохладном месте. Примерно две недели. Но нам некогда две недели растить. Некогда. Тогда можно использовать тёплое масло. Тёплое. Такое аж прям горячее. Вот. И чеснок. Только не до 60 градусов. До 60 градусов. И тогда можно уже за 3-4 дня такое вот чесночное масло приготовить. Дальше очень хорошо зелёный чай. Делайте чаи на основе, если вы собирали, когда я весной, осенью говорила, собирайте и летом листья облепихи, то вот облепиховый чай, именно из листьев облепихи, это то, что сейчас вам нужно. Плюс туда чебрец и шалфей. Вот это прекрасный антиоксидантный чай, который поддерживает иммунную систему. И по 2-3 чашки прекрасно в день тоже будет замечательно. Солодка. Эта трава воздействует на воспалённые участки. И она подобна собственным кортикостероидам тела человека. Она способствует снижению свободных радикалов, вызывающих боли, воспаление. И в стакан горячей воды добавьте 1 чайную ложку высушенного корня солодки. Я часто такой чай пью. Накройте крышечкой и дайте настояться 10 минут. Потом процедите и пейте полученную настойку 1-2 раза в день. Но не стоит применять это средство тем людям, у которых есть заболевания почек. Например, недостаток калия, высокое кровяное давление или диабет. Им нужно с осторожностью. Им нужно меньше. Можно солодку, но только меньше. Дальше корица. Ну, корицу я всегда добавляю. Корица, сухая, имбирь. В любой напиток, в любой чаёк. Щепотку корицы. Это для калия. Калий хорошо. В корице много калия. И калий очень важен нам. И противовоспалительное свойство имеет корица. Тоже в тёплую водичку. Если ничего нет у вас, в тёплую водичку добавьте столовую ложку мёда и пол чайной ложки порошка корицы. Перемешайте, пейте каждое утро на голодный желудок, натощак. Но большую дозу корицы нельзя. Больше половины чайной ложки нельзя. Меньше можно, больше нет. Потому что она немножко сгущает кровь. А чтобы не сгущала кровь, тогда мы чай должны пить с добавлением малины. Малина очень хорошо разжижает кровь. А также у кого, если у вас нет малины, используйте для разжижения крови, например, замороженную вишню, если есть у вас. Посмотрите. Также для эффективного средства для лечения артрита является травка крапива. Вот сейчас она молодая, пойдёт как раз вовсю. Но опять-таки она что делает? Сгущает кровь. А мы что делаем? Мы берём из листьев малины, смешиваем листья малины один к одному с листьями крапивы. Всё, всё. Замечательный чай. Дальше. Ещё свежие листья крапивы, которые сейчас появятся по весне, берёте и на болезненную область укладываете. Это поможет уменьшить болевые ощущения при артрите. Крапиву можно использовать в виде чая два раза в день, кстати. Но если вы её употребляете с листьями малины, потому что малина разжижает кровь, а крапива наоборот сгущает. И получается одно нейтрализует другое. А то, что вам нужно, вы получаете из листьев крапивы. Вот так. Это всего лишь нужна столовая ложка сухих листьев крапивы. И один к одному. И малины. Но чтобы вместе получилась одна столовая ложка. На стакан горячей воды. Накрываете крышкой, настаиваете примерно 5-10 минут. Потом процедили. Можно добавить мёд по вкусу. Всё замечательно. Следующая прекрасная травка, вернее не травка, а кора, кора ивы. Вот кора ивы содержит солицин, работающий как анальгетик. Вот она действует подобно аспирину. Очень эффективно помогает снимать болевые ощущения при остеоартрите. А если вы берёте кору ивы и ещё листья малины один к одному, замечательный чай. А если кора ивы, шалфей и листья малины, всё это один к одному, это прекрасно при остеоартрите в коленах, суставах, в бёдрах, спине, шее. Вот. Такие чаёчки пить постоянно. И я не знаю, известна ли вам такая травка, которая называется кошачий коготь. Растения кошачий коготь содержат антиоксиданты, способные уменьшить воспаление, отёки и боль, а ещё поддерживают здоровье иммунной системы. И вот неплохо проявляет себя эта травка при лечении ревматоидного артрита. И если вам удастся найти кошачий коготь, вот я такую травку вам тоже рекомендую. Но всегда перед началом фитолечения всегда проконсультируйтесь хотя бы в телефонном режиме со своим доктором. Всегда. Я думаю, если доктор знает эти травы, то он вам ещё более интересно расскажет. Тем более, что прекрасно все сейчас знают, как у нас доступ к лекарствам перекрыт. Но ничего, мы держимся. И да поможет нам всем Бог выдержать это испытание, пройти его достойно и ни в коем случае не озлобиться. Не пускайте зло в сердце. мы не будем уподобляться бесовской силе. Мы не будем. Потому что мы не должны превращаться в то, во что превратились бесовские отроди. Дай Бог вам всем здоровья. Дай Бог вам всем, дорогие мои любимые, терпения. Бог с нами. Он нам поможет. Мы пройдём все испытания. А я очень люблю вас. С Богом. Пока-пока. С Богом.